Всем привет, с вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И сейчас у нас второй модуль первого курса нашей школы профессионального покупателя, сам себе риэлтор. На втором курсе мы вплотную займемся виртуальным листингом. Что такое виртуальный листинг? Не секрет, я надеюсь, для всех, раньше, чем вы выходите на рынок, то есть если у вас цель купить недвижимость без посредников, купить недвижимость ниже рыночной стоимости, то, безусловно, вы должны понимать, на каком рынке вы действуете. Вы должны видеть предложение, вы должны понимать цены, то есть вы должны понимать ситуацию, которая происходит, и как эта ситуация во времени меняется. То есть с сегодняшнего момента каждый на протяжении месяца будет выбирать себе, подбирать объекты, чтобы в конце полного курса у нас было 15-20 объектов от первого лица без посредников. Посмотрим, как это будет. Безусловно, после того, как теория пройдена, апартаменты подобраны, мы переносимся вживую, да, мы смотрим те апартаменты, которые мы выбираем. И вот потрясающее предложение, великолепная цена, интересный город, и я сейчас как раз вот вам ее покажу, то, что мы подбираем сейчас вот к концу буквально сентября. То есть смотрите, что из этого получилось. Да, хочу сделать пометку, что показы я ждала час сорок пять. Представляете, если вы приезжаете в отпуск, и если у вас всего пару недель, и вы совершенно не подготовлены к рынку, что вас может ожидать? Ладно, не буду интригу открывать, смотрим. Мы смотрим апартаменты в Тор-И-Малиносе, и я так не раз задавала вопрос, почему здесь апартаменты такие дешевые. Но не такие, они уже и дешевые. То есть вот сейчас только что позвонила по объявлению 139, и я надеюсь, что в протяжении двух часов я ждала, пока мне покажут апартаменты за 20 тысяч евро. Что такое 20 тысяч? Вот хотелось бы посмотреть, хотелось бы понять, что это за цены, и что это вообще за история такая. То есть район, это центр Тор-И-Малиноса, это Сан-Мигель, это такая центральная площадь, площадь Униона Европея, Европея она называется. То есть это самый-самый центр. Но, то есть когда мы договорились о встрече, прошло сейчас часа сорок пять минут, и так никто, в общем-то, мне ничего не показал, и не можем мы никак согласовать нашу встречу. Ну вот сейчас две минуты вроде как ждем, и пойдем смотреть. Так что вот интересно, кто мне там чего покажет. Вот может быть этот, hola, señor, si no me esperes para enseñar un apartamentos, vamos a ver, un local. Ага, так это не апартаменты, это даже local получается. Хотя, сейчас давайте посмотрим. Что это и как, это то есть видите, откуда мы идем. El local no es posible hacer la vivienda para vivir. Sí, спасибо. А, это sí. Спасибо. А, это тоже. Тут тоже как бы за моей спиной то что-то. Это он мне показывает, что те локали, которые были куплены, локали это вот под магазины, под офисы, то есть они были куплены и переделаны в жилье, то есть как бы теперь жилье. А, ну вот он тот локаль, который мы и снимали с самого начала. Давайте я вам покажу. Видите, да, две комнаты, одна ванная, это студия, 32 метров квадратных, заезжай и живи. И, ну как вам вот такая вот история? Очень как все отличается, да, то есть от того, что написано и от того, что мы видим своими глазами. Но чтобы не сильно не расстраиваться, видите, я сразу вас перевожу в другое место. То есть я решила посмотреть квартиры наверху, то есть все-таки не зря же приехали. И сейчас давайте посмотрим, что нам покажут в верхних этажах. То есть это тоже не вот тебе камильфо, но тем не менее хотя бы как люди живут. Вот еще раз скажу, что это старый город, это вот это вот узенькие переулочки. То есть в этом есть какой-то свой шарм, но это не то, что мы искали. В принципе, верхние этажи, да, можно оборудовать под исторические такую сдачу в аренду. Можно зарабатывать на этом хорошие деньги, если очень как-то постараться приложиться. Но вся суть в том, что, ребята, то, что нам предлагают и когда у нас ограничено с вами время, когда у нас нет времени на маневры, да, и мы приезжаем и вынуждены смотреть только то, что нам показывают. Вот представьте, как говорится, на чем деньги делаются. То есть, но кто на этом зарабатывает, решать вам вы или ваши посредники. Поэтому обучаемся. Для этого мы обучаемся. Для этого мы заранее готовимся, то есть, чтобы к приезду у нас были готовые апартаменты, готовые к приобретению, чтобы мы могли посмотреть, сесть, просчитать и не тратить наше драгоценное время. Ну, вот такой у нас сегодня получился ролик. И я, конечно, жду комментариев под этим роликом. Чтобы подвести итог, скажу. Я сегодня вам показала, как происходит это на практике, когда ты находишь квартиры без посредников, когда ничего не организовано. И тебе нужно организовывать, чтобы еще раз подчеркнуть, что я совершенно за риэлторский бизнес, за то, что люди зарабатывают те деньги, во сколько они себя оценивают. Потому что, ожидая сегодня два часа, я тоже думала о том, кто мне это время оплатит. Правильно? Но я хочу сказать, что, ребят, для чего я открывала школу? Для того, чтобы к приезду, к вашему приезду у вас все было готово. То есть вы были морально готовы. И вы понимали, что вы не будете тратить время на те апартаменты, на те просмотры, которые не интересны вам, а интересны только человеку, который зарабатывает на продажах. Поэтому, естественно и безусловно, если риэлторский бизнес приносит большие деньги, почему же на определенный момент, когда вы выбираете для себя жилье, вам не стать самому себе риэлтором? А для этого у нас существует школа, в которой мы к этому готовимся. Мы готовимся к тому, чтобы подобрать себе максимально выгодные варианты. Это не сложно, это не высшая математика, но от вас потребуется время. Как мы говорим, если у вас есть деньги, вы платите за время. Если у вас небольшая сумма, то вы вкладываетесь и сами, вкладываетесь временем. Поэтому каждый выбирает сам. Время меняем на деньги или деньги меняем на время. Но это решать вам. То есть, я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Ну, а дальше смотрите концовочку. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео, в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.